здравствуйте дорогие друзья у нас тут вот как-то последние разы последние наши встречи происходят какие-то изменения в клубе у нас ну с клубом вообще было много перипетий я много лет одна занималась клубом это было очень тяжело потому что я то в отъезде в путешествие то я а предпочитаю я жить вообще не в москве а в лесу в тверской области у меня домик вот и поэтому все это было очень сложно я пытаюсь так уйти в своей философии отрешиться от 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 мира ну мне конечно интересно присутствовать но в общем все это тяжело организовывать было пару раз клуб у нас прекращал функционировать а потом вам в общем сейчас осенью мне одна девушка сказала все я у тебя забираю сделала одно доброе дело она сделала очень хорошую группу в фейсбуке которую я сейчас веду которая вот сейчас вот я только что сделала логотип у нас ну так как клуб в библиоглобусе назывался всегда клуб путешественников ну вот так немножко под и мы стали называть клуб путешественников библиоглобус вот это видите наш шар земной дороги ведущие через шар и человечки которые идут 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 по своей дороге ну и конечно они узнают что-то они узнают и это записывают они узнают а они читая узнают и пишут книги после этого вот значит теперь мы еще на в прошлый раз постановили что нашему клубу исполнилось 9 лет то есть нам десятый пошел вот и на этом этапе к нам а вот в прошлые разы вы здесь все видели андрея федоровича последние три раза и и мы постепенно решили что мы будем работать над этим клубом вместе оказалось что у нас очень близкие мотивы мотивы потому что мотив миров заключается в том что тоже главное главное путь главная часть человек человек в пути человек который для которого главная главная вот ценностью является это дорога общение и сама самопознание глубина путешествий вот только ну можно сказать мы все профессиональные путешественники вот я спрашивала почему он как бы считается профессионально в общем то наверное меня можно считать профессионально я только денег на это лучше немного зарабатываю но я тоже я пишу книжки вот здесь есть мои книжки я делаю фильмы а миры они водят людей в удивительные совершенно края и вот мы решили вот так вот мой теперь группа библиоглобусе вот у нее такая заставка моя эмблема эмблема миров но сейчас должно было быть и баннер и все и андрея ну вот так не стало не сложилось и нам библиоглобус позволил аж свой логотип использовать вот и собственно сейчас надо было не эту картинку ставить а другую ну вот а там вы уже увидели увидели на логотипе миров вот шарик видите как пазл что мир состоит из многих до стран разных разных людей разных разных стран с разными с разными мыслями философиями образом жизни и с разной совершенно природы и все это как вот пазл скрадывается в тот самый наш любимый огромный мир вот это то что о нашем вот совместном проекте с мирами так что теперь не всегда я буду вести андрей федорович или ольга богомолова это мероприятие а сейчас я так там листочки раздали про эти самые теперь я должна все-таки в микрофон сказать про клубные карты которые в библиоглобусе замечательная система клубная карта она как накопительная является так она является и очень удобно здесь очень много скидок двадцати пяти процентных часто они они бывают два раза в месяц а то и три новогодняя была целый там по 10 дней и так далее и так далее и так далее тогда вы пользуетесь этой картой кому кому это интересно вы должны будете в конце заполнить мне мне анкету карта естественно бесплатная кто не заполнил мои анкетки еще тоже просьба после подойти и следующее наше мероприятие следующая встреча в библиоглобусе будет состоится 14 марта вы знаете у меня заклинило что-то в голове сюда ехала и понимала что я не вспомню автора книги это есть такой знаете что фотобанки есть куда люди сдают свои фотографии и им за это платят деньги если они какие-то журналы какие-то идут иногда эти фотобанки делают там какие-то шикарные альбомы вот данном случае это имеется ввиду геофотобанк где только путешественники фотографии свои куда отправляют и сейчас вышел шикарный альбом человек который занят всю жизнь российским древним зодчеством он описал все практически но как он называется тревел фотограф что вот он опис и фотографии шикарные и с глубокой так бы истории и философии вот ну все это будет у меня в группах и фейсбуке и в мирах так что смотрите но и у библиоглобус правда появится поближе к мероприятию но извините валерий что я оторвала столько времени к сожалению они организационные вещи моменты есть организационные и сейчас я приглашаю к микрофону валерия шанина совершенно невероятного человека который вот уже четвертый раз идет крутосредку здравствуйте действительно я могу считать себя профессиональным путешественником уже 20 лет отметил как меня нет записи трудовой книжки последняя запись была в сентябре 97 года больше 20 лет назад когда я уволился с мида работал в миде психологом и с тех пор и делаю что путешествую и ухитряюсь каким-то образом зарабатывать на не только на сами путешествие но и на жизнь промежутки между ними хотя жизни промежутки очень мало остается большая часть жизни проходит именно путешествия и в москве я бываю очень редко поэтому рад такой возможности когда можно встретиться с людьми не общаться заочно как это меня обычно бывает по интернету или через мои какие-то фильмы и книги вообще я человек такой который любит разнообразие я не люблю долго делать что-то одно вернее люблю что-то взять хорошо в этом разобраться и переходить к чему-то другому поэтому у меня жизнь сложилась так что у меня три карьеры глобальных вначале решил стать физиком закончил физический факультет мгу поработал еще на компьютерные фабрики инженером потом решил глобально поменять свою жизнь пошел на факультет психологии закончил факультет психологии аспирантуру лекции читал по психологии даже книгу написал думал стать психологом и опять у меня повернулась я решил что хочу стать путешественником и как я вам уже сказал с 97 года стал путешественником так что это у меня уже 3 карьера в жизни но внутри одной карьеры у меня тоже разные этапы и в частности вот внутри карьеры путешественника меня тоже отдельные этапы которые лучше всего выражается в названии моих книг про кругосветные путешествия потому что когда я чем-то начинаю увлекаться в начале я заинтересовался бюджетными путешествиями как можно путешествовать по миру с минимум денег потому что это было актуально в 90-е годы я поездил по америке по европе по советскому союзу и потом решил что надо проехать вокруг света надо доказать что можно и вокруг света проехать практически без денег взял 300 долларов и отправился в кругосветные путешествия первоначально думал что за год уложусь но день за днем затянулась в результате я пропутешествовал три года и когда вернулся назад 20 долларов мне еще оставалось значит я потратил 280 долларов так я книгу и назвал вокруг света за 280 долларов как это происходило можно прочитать книги и когда вернулся стал рассказывать книгу написал стал рассказывать вот смотрите ребята любой может путешествовать вот есть 280 долларов перей отправлять вокруг света буквально у всех здесь присутствием по 200 8 долларов есть и мне начали уже говорить но по 280 долларов того каждый день возьмем три года тогда возник второй вопрос нам мешает отсутствие времени для того чтобы проект вокруг все это поând 순я вопрос за какое минимальное время можно проект вокруг света то есть реально сколько человеку надо своей жизни выделить времени чтобы хотя бы один раз проехать вокруг света как известно есть минимальные критерии для того чтобы признать путешествие по-настоящему кругосветным это старт и финиш в одной точке обязательно пересечь все меридианы и дважды пересечь экватор и плюс к этому я еще добавил такой критерий как проехать по земле или воде но не по воздуху минимум окруженность тропика козерога то есть это около 37000 километров и у меня возник вопрос за какое минимальное время можно проехать вокруг света в точности чтобы соблюсти все эти критерии у меня получилось за 108 дней то есть проехал я ровно в 10 раз быстрее чем свои первые кругосветные путешествия потому что на первые кругосветные путешествия у меня ушло 1080 дней и потом только его задним числом я случайно узнал что ровно столько же длилось первое кругосветное путешествие Магеллана тысяча восемь дней второе кругосветное путешествие я совершил за 108 дней и когда вернулся 2 кругосветных путешествий говорю ну смотрите если у вас есть 280 долларов всего в жизни значит вы работаете на какой-то малооплачиваемой работе значит время вас достаточно свободное берите 280 долларов отправляйтесь вокруг света если у вас только 108 дней значит у вас очень такая какая-то высокоплачиваемая работа, значит, у вас есть 25 тысяч долларов, которые вы можете потратить на то, чтобы проехать вокруг света за 108 дней. И тогда мне было интересно, что же еще может мешать? Почему же, вот я глядываясь вокруг, почему же не все люди вокруг света проезжают? Казалось бы, есть люди, у кого мало времени, у них достаточно денег, они могут выделить один раз в жизни 100 дней. Те, у кого мало денег, много времени, 280 долларов, могут раз в жизни выделить все проехать вокруг света. Тогда мне стали говорить, ну это, конечно, хорошо, это каким-то иностранцам, а мы, куда же мы своим российским паспортом, мы никуда не проедем, потому что нам визы не дадут. И действительно, в первом и втором кругаственных путешествий у меня были большие приключения с получением виз в некоторые страны. И у меня возник третий вопрос, а можно ли проехать вокруг света с российским загранпаспортом, но только по безвизовым версиям странам. Причем именно безвизовым с точки зрения путешественника. Не с точки зрения формальной, как это записано, а с точки зрения путешественника. Что с моей точки зрения, какая страна с точки зрения путешественника является безвизовой? Это та страна, в которую ты приехал или пришел на границу, и ты границу эту переходишь. Не надо заранее ходить в посольство или консульство. Бывает, что бесплатно, бывает, что какие-то деньги нужно заплатить, бывает какую-то бумажку наклеят, которую назовут визой, но если это оформляется в момент пересечения границы, то это совершенно не важно, а важно, что это можно делать спонтанно. Вот сейчас мы с вами собрали, подумали, а не поехать ли нам в Турцию. Вот прямо сейчас через интернет купили билеты и полетели завтра мы уже по Турции гуляем. То же самое сделать с Америкой или с Австралией уже не получится, потому что нужно вначале визу получить, уже так просто спонтанно не получится. Но я решил доказать, что в принципе можно проехать вокруг света только по безвизам для россиян странам. Итак, возник у меня проект идеи третьей кругосветки, вокруг света безвиз. Первоначальный маршрут у меня включал 48 стран, то есть я думал проехать 48 стран, ну а потом уже посмотреть сколько времени и денег на это потребуется. Но в процессе путешествия выяснилось, что в какие-то страны попасть не удалось, и получилось в результате 38 стран и 255 дней. За 255 дней через 38 стран Европы, Африки, Азии, Южной и Центральной Америки проехал вокруг света в полном соответствии со всеми критериями настоящего кругосветного путешествия. И когда вернулся, то, во-первых, понял, что 10 стран, которые уже были включены в маршрут кругосветки, в них не смог попасть. И кроме того, что вокруг огромное количество безвизовых стран, понял, что одной кругосветки для того, чтобы проехать все безвизовые страны, недостаточно. И те, кто страдает от того, что у них плохой российский загранпаспорт, я вам могу сказать, жизни не хватит, чтобы побывать во всех безвизовых версиях странах. Но я себе такую цель поставил. Я все-таки решил такие, ну, раз уж я взялся по безвизовым версиям странам, значит, надо все-таки мне побывать во всех безвизовых версиях странах. Поэтому после завершения кругосветки я отправился отдельно по странам Центральной Америки, потом по балканским странам, потом по азиатским странам. Стал набирать страны безвизовые, и уже проект стал продолжаться. Но он не закончился на кругосветке, а стал продолжаться. И в частности, я, конечно, с самого начала обращал внимание на Турцию. Турция вообще моя самая любимая страна. Я очень много в ней провел времени. Я ее изъездил вдоль и поперек. Я по ней четыре путеводителя для разных издательств написал. То есть, ну, вообще, самая любимая страна. Я ее хотел включить в маршрут кругосветки вокруг света безвиз. Но как-то так не сложилось, потому что много было других интересных стран. Потом хотел отдельно тоже съездить в Турцию, но у меня возникла проблема. Замечательная страна Турция, но я везде был. Ну, просто буквально, практически везде, в каждом городе, если это маломальский приличный город по несколько раз, если не очень приличный город, то хотя бы по одному разу. Во всех районах просто везде был. И поэтому думаю, ну, зачем мне ехать в Турцию, если я ее уже знаю на сто процентов. Это уже вроде как бы не путешествие. И тогда я, братья, вспомнил, скорее всего, про Литийскую тропу. Есть такая замечательная тропа, это, наверное, самая распиаренная туристическая тропа, пешеходная. Литийская тропа, которую англичанка Кейт Клоу проложила на юге Турции от Фети до Анталии. Общая протяженность 520 километров. И это самая такая известная тропа, которая, ну, наверное, входит в любой список 10 самых лучших троп мира. Самое интересное, что до этого я во всех городках, через которые она проходит, был не по одному разу. И в Фети я был, и в Каше, и в Халкане, и в Кимере, и в Анталии, конечно. Но по тропе не проходил. И мне было интересно, думаю, давай-ка пройду по тропе. И посмотрю заодно, как это вообще выглядит, что это такое ходить по пешеходным тропам, сколько на это идет времени. И поэтому Ликийская тропа стала первым этапом нового проекта. Но я тогда этого еще не понял. Это у меня еще был проект «Вокруг света. Мир безвизд». Я путешествовал по безвиздным для россиян странам. Но я когда прошел по Ликийской тропе, потом выяснилось, что там в Турции еще есть тропы, и тропа Павла, и Фригийская тропа, и тропа Хетов, и другие тропы. Я стал по всем остальным следующим тропам Турции проходить, когда прошел кучу турецких троп, понял, что тропы-то, оказывается, есть не только в Турции, они, оказывается, есть и в других странах. Вначале я в Израиль отправился, но пока еще держался в рамках проекта «Мир безвизд». Безвиздовая страна, прошел по национальной тропе Израиля за два месяца 960 километров от Ливана до Красного моря. Потом взгляд мой обратился уже на Европу, а Европа шенгенская. И тут как бы возникло противоречие, что я путешествую только по безвиздам для россиян странам, шенгенские страны, очевидно, визовые. И только в тот момент я осознал, что я уже давно внутри проекта «Мир безвизд» переключился на другой проект. У меня появился проект четвертого кругосветного путешествия. И я, честно говоря, только на третий год нахождения в этом кругосветном путешествии понял, что я еду, оказывается, вокруг света. До этого я думал, что я просто изучаю безвизы для россиян страны. И у меня появилась идея четвертого кругосветного путешествия вокруг света пешком. Я решил обойти вокруг света пешком. Но, опять же, не стандартным методом, как это делают, когда человек выходит из Москвы в Владивосток, и идет, идет, идет прямо пешком до Владивостока. Или потом еще куда-то. А именно пройти вокруг света пешком просто по совокупности, набрав 37 тысяч километров вхождений по разным тропам. И есть еще один критерий для кругосветного путешествия. Если человек не все мерзьяны пересекает, то во время кругосветки побывать в точках антиподов, то есть побывать в точках, связанных через центр земного шара между собой. Поэтому у меня сейчас идет проект четвертого кругосветного путешествия вокруг света пешком. Но в рамках сегодняшней встречи я хотел рассказать вам про турецкие тропы. И, на мой взгляд, Турция вообще самая лучшая страна для путешествий. Если я побывал уже в 100 с лишним странах мира, и если меня спросить, что делать, если закрыть въезд во все страны мира, с заключением одной, какую страну оставить для въезда, я бы сказал Турция. В принципе, Турции одной достаточно. То есть это самая лучшая страна для путешествий. И с точки зрения троп она тоже очень интересная. У меня проблема возникла с Турцией опять такая, что я уже и тропы все там прошел. Поэтому я просто радуюсь за вас, что вы еще не были на турецких тропах. И хочу сегодня вам рассказать про турецкие тропы, про те тропы, по которым я походил, чтобы у вас было представление, чтобы вы для себя поняли, насколько это интересно, может быть, действительно вы отправитесь в путешествии, по пешеходным путешествиям по Турции, по моим стопам. Как я уже говорил, у меня путешествие по Турции началось с Ликийской тропы, и я хотел свой рассказ тоже с нее начать. Короткое введение. В античные времена горная область, находящаяся на юго-западе Малой Азии, в районе полуострова Тике, называлась Ликий. На западе она ограничилась с Кореей, на севере с Фригией и Писидией, на востоке с Памфлией, с юга омывалась Средиземным морем. Береговая линия Ликий сильно изрезана. Здесь множество заливов, островков и уютных бухт. А внутренние районы занимают разделенные полудородными долинами отроги хребта Тавр. В конце 20 века англичанка Кейт Клоу проложила по Ликий туристический маршрут. Он стал одним из самых популярных в мире. Разрозненные дороги, тропы и козьи тропки соединены в единый путь общей протяженностью 509 километров. Тропа маркирована красно-белыми метками. В некоторых местах они встречаются чаще, в других реже. Иногда и совсем теряются или скрываются в густой растительности. Есть на тропе и указатели. Они показывают направление до ближайшей исторической достопримечательности или крупного населенного пункта. Пройти по тропе можно и без гида. Конечно, поплутать придется. Выручают взаимопомощь туристов. В самых сложных для ориентации местах выложены пирамидки из камней. Их называют турики. Пликийская тропа проходит вдоль средиземноморского побережья Турции, от Фетья до Анталии. Через леса и горы, сельскохозяйственные районы и древние руины, курортные поселки и заброшенные деревни. Маршрут проложен так, что по нему можно пройти налегке. От одного пансиона до другого не больше одного дневного перехода. А рестораны, закусочные и продуктовые магазины встречаются еще чаще. Есть и другой вариант. Идти с палаткой, готовить на костре, спать под звездным небом. Организованных кемпингов в Турции нет, но палатку можно поставить в любом месте. Никто не запретит. Легко найти и дрова для костра, и воду. Есть здесь и родники, и речки, и озера, и колодцы. Воду можно попросить в любом доме. Турки очень гостеприимный народ, особенно по отношению к иностранцам. Местные жители не только с готовностью берутся выполнить любую просьбу, но и сами зазывают путешественников на чай, предлагают поесть и переночевать. По тропе можно ходить в любое время года, но лучше всего это делать весной или осенью. Летом слишком жарко, зимой мокро. Самый популярный сезон на тропе – майские праздники. Ну, это вот общее представление о тропе Аликийской. И вот карта Аликийской тропы, вы уже там видели. Общая потяженность 520 километров, как я уже говорил, от Пети до Анталии. И, как мы видим, это как раз самое-самое популярное побережье. И поэтому здесь очень много туристических комплексов. Многие туристы сюда приезжают отдыхать. И людей, которые бы проходили всю тропу, их достаточно немного, но регулярно на тропе встречаются люди, которые выбрались из своего отеля и на день куда-то на реке какой-то участок проходит. Чаще всего где-нибудь в районе достопримечательности, в районе каких-то руин. А так, чтобы всю тропу проходили, таких людей достаточно мало. И если и встречаются, то это, скорее всего, либо русские, либо украинцы. Многие при этом не могут себе позволить пройти всю тропу за один раз. Я прошел ее за три недели, все 520 километров. Но встречал людей, которые за 3-4 года эту тропу проходят. То есть у них сколько есть дней, они приезжают, какой-то кусочек проходят. Потом на следующий год возвращаются и идут в следующий участок. То есть таким образом можно эту тропу пройти. Но тропа эта очень популярна, идет по туристическим местам. И в принципе она уже обросла туристической инфраструктурой. То есть там действительно можно при желании по этой тропе пройти без рюкзака, без палатки. А чисто ночевать без хаосов, питаться в закусочных. Но при желании, конечно, можно и вставить палатку, и разводить костры. Это вот самая популярная тропа. Когда я по этой тропе прошел, то стал смотреть, а какие вообще существуют еще тропы. Та же самая англичанка Кейт Клоу, которая придумала эликийскую тропу. Она на этом не остановилась. У нее появилась новая идея. Она ее называла тропа Апостола Павла. То есть тропа Святого Павла по мотивам путешествий Апостола Павла. И она начинается примерно в том же районе. То есть она начинается рядом с Анталией. Но идет уже не на запад, как эта тропа, а на север. Так что вторая тропа, это тропа... Турция — это не только пляжи и отели, но все включено. В этой стране есть горы и реки, античные руины и леса, гостеприимные местные жители и сады. Самый правильный способ увидеть это все и сразу — выйти на тропу. В 20 километрах от Анталии начинается тропа Святого Павла, проложенная в начале 21 века англичанкой Кейт Клоу по тем местам, где в начале христианской эры проходил апостол Новой Веры. С тропой Святого Павла получается интересная ситуация. Я не знаю, насколько видно в эту карту издалека, но если вы видели, то лекийская тропа, она очень простая. Выходишь и идешь с западом в восток и с востока на запад. Но тропа Святого Павла, она уже какая-то более запутанная. То есть реально, получается, она идет от юга до Елвача. Но идет как бы три куска, получается, в этой тропе. То есть начинается, один идет с Пергея до Егердира, второй со Спендеса, тоже до Егердира, а потом из Елвача до Егердира. Я вначале хотел тропу всего пройти, и за первый раз я прошел от Аспендеса до Егердира. Но погода испортилась, дальше не пошел. Думаю, ладно, пойду на следующий год. На следующий год я по этой же тропе, то есть осенью прошел по этой тропе... Осенью прошел по этой тропе один кусок, святой Павел совершил несколько миссионерских путешествий по Европе с целью широкого распространения новой веры. Именно он и стал создателем христианства, как новой всемирной религии. В 2008 году англичанка Кейт Клоу проложила туристическую тропу, которая проходит по тем местам, которые святой Павел посетил во время своей первой миссионерской поездки в Малую Азию. Тропа святого Павла проходит по античным дорогам, по проложенному лесу колеям лесовозов, по тропинкам и козьим тропам. По более диким и менее заселенным местам, чем более известная Ликийская тропа. Здесь пока еще мало пансионов и ресторанов, ориентированных на обслуживание пеших туристов. Рассчитывать лучше на себя. Спать в палатке, а еду готовить на костре, благо воды много и дров в избытке. Ходить по тропе можно в любое время года, но самые популярные сезоны – весна и осень. Летом, чересчур жарко, зимой холодно. Весной прошел второй участок от Перге опять же до Гердира, и опять испортилась погода, решил дальше опять не идти. И на третий год я понял, что мне не удается пройти последний участок от Гердира до Елвача, и я решил поступить тогда по-другому. Думаю, тогда пойду в обратную сторону. До Гердира мне уже два раза удалось дойти. Значит, третий раз я до Гердира дойду. И третий раз я пошел уже по участку этой тропы, которая идет с Силвача в Гердир. В 2008 году англичанка Кейт Клоу разработала 500-километровый туристический маршрут – тропа Святого Павла. Он проходит по тем местам, которые Святой Павел посетил или теоретически мог бы посетить во время своей первой миссионерской поездки в Малую Азию. Тропа Святого Павла проходит по античным дорогам, по проложенным в лесу колеям лесовозов, по полям и лесам, по тропинкам и козьим тропам, пересекает реки и озера. Здесь пока еще мало пансионов и ресторанов, ориентированных на обслуживание пеших туристов. Рассчитывать лучше на себя. Спать в палатке, а еду готовить на костре. Благо воды много и дров в избытке. Ходить по тропе можно в любое время года, но самые популярные сезоны – весна и осень. Летом чересчур жарко, зимой холодно. Так что тропу Святого Павла я прошел за три года – осенью, весной и еще раз осенью. И она, на мой взгляд, значительно интереснее, чем распиаренная Литийская тропа. Но она менее популярная, потому что здесь, кроме как в Эгергире, нету популярных каких-то туристических мест. Поэтому на тропу Святого Павла уже отправляются люди, которые прошли уже Литийскую тропу, и которым этого мало, которые хотят что-то новое открыть. Здесь ситуация очень интересная. В принципе, уже начала появляться инфраструктура, рассчитанная на туристов. И периодически встречаются госхаусы, в которых можно остановиться. Но это еще не на том уровне, как на Литийской тропе. То есть дикие участки встречаются значительно чаще, чем места, где можно спокойно пройти за один день. Если, например, по Литийской тропе можно идти совершенно свободно, на Лике, и всегда ты знаешь, что ты к вечеру придешь где переночевать, то по тропе Святого Павла все-таки надо брать с собой палатку, спальный мешок, чтобы можно было переночевать диким образом. Эти две тропы сделала англичанка Гейт Клоу, и турки смотрели на нее и удивлялись. Думают, вот иностранцы что-то у нас такое делают. И уже после того, как она сделала вторую тропу, до турков стал доходить. А ведь идея-то интересная. Что же мы тут сидим? Тут англичане нам всю страну тропами проложат. А мы сами что? И самые такие энергичные и заинтересованные в путешествиях турки образовали культурно-историческое общество. И стали прокладывать тропы сами. То есть эта вот англичанка просто запустила, дала пинок для турков, чтобы они сами взяли в создании троп в свои руки. И была очень интересная ситуация, как бывает в жизни. Я, может быть, сам бы и не пошел бы на следующие тропы, но, как я уже рассказывал, когда я шел второй раз по тропе Павла, опять пришел в Эгергир, опять плохая погода, то я случайно в Гэсхаусе познакомился с человеком, который сказал, что я вот только что буквально проложил корейскую тропу. И подарил мне путеводитель по этой тропе, очень замечательный человек, энтузиаст, говорит, вот я проложил корейскую тропу, по ней еще никто толком не ходил. Я не уверен, что и сейчас кто-нибудь по ней ходил. Но меня это заинтересовало, думаю, что интересно. Давай посмотрим тогда еще и корейскую тропу. Что же такого там есть в корейской тропе? Ну, вот, извиняюсь. Турция. Корейская тропа. В древности на территории нынешних турецких провинций Мугла и Айдын было государство Кария. На севере оно ограничилось с Лидией, на северо-востоке с Фриги и Песидией, на востоке с Ликий. Кария – один из самых живописных регионов Турции. Здесь есть все. Древние руины, мощеные камнем караванной дороги, горные склоны, козьи тропы, забытые богом деревеньки, сосновые леса, оливковые и миндальные деревья, виноградники и морские пляжи. В 2013 году по территории Карии проложили 820-километровый пешеходный туристический маршрут. Корейская тропа, или по-турецки, Кария – Юлу, маркирована стандартными красно-белыми метками. Пройти по ней можно и без гида. Достаточно приобрести подробный путеводитель с картой. Юнус Аздемир был идейным вдохновителем корейской тропы, и лично участвовал в ее создании и описании. Он один из соавторов путеводителя по тропе и точно знает, какие участки самые интересные, а какие в случае необходимости можно и пропустить. Корейская тропа пока еще мало известна. Туристов на ней нет. Совсем. Нет и туристической инфраструктуры. Пансионы и рестораны встречаются редко. Можно рассчитывать на гостеприимство местных жителей. Но лучше настраиваться на автономный поход. Взять с собой надежную палатку и готовить еду на костре. Воды много. Часто попадаются ротники и колодцы. С дровами тоже проблем нет. Костры разжигать не запрещено. Нужно только соблюдать меры противопожарной безопасности. Ходить по тропе можно в любое время года. Но лучше это делать осенью или весной. Тропа разделяется на четыре участка, различающихся по своим географическим особенностям и пейзажам. Полуостров Бузбурун, полуостров Датча, керамический залив и корейская глубинка. Как вы увидели, я встретил автора-путеводителя и 800 с лишним километров. Я ему говорю, это, конечно, хорошо, но я чувствую, что если турки взяли за строительство троп, то я не смогу один за ними угнаться. Поэтому я понял, что у меня шансов нет все полностью пройти турецкие тропы. То есть Ликийскую тропу я, как я уже говорил, полностью прошел 520 километров. Тропу Святого Павла, хоть она из трех участков состоит, я ее за три года все-таки все прошел. А Горийскую тропу я уже стал его допытывать. Вы видели в этом на видео. Я стал уже допытывать. Я говорю, ну а где вот между нами, так вот не для публики, где самые интересные участки? Он мне говорит, да, если честно, могу тебе сказать, какие участки более интересные. Этот участок он показал, вот этот участок нам специально попросили в Министерство для туризма. То есть мы для них это сделали, по большому счету, не обязательно. Этот участок вам идти не стоит, потому что там военная база тоже нехорошо. Короче, он мне показал самые интересные участки. И действительно тропа состоит из четырех таких глобальных участков, поэтому я в каждом участке прошел по какой-то кусочку, чтобы получить уже общее представление по тропе. И вообще, как бы понял, что, ну не хватит возможности все турецкие тропы просто так вот взять и все километры пройти. Потому что за год пройдешь две тропы, а турки проложат три. Но шанс есть. И когда турки взялись прокладывать тропы, они, наверное, открыли просто учебник истории. Я же вам говорил, почему мне очень нравится Турция. Потому что я вообще, в принципе, интересуюсь историей. А если вы возьмете учебник, школьный учебник истории, то увидите, что 60% из записанных в нем историй происходили на территории современной Турции. То есть это и Древняя Греция, и Древний Рим, они реально были там. И хеты, и пророки, и мусульманские, и христианские пророки. Но буквально за что ни возьмись, все происходило на территории Турции. Поэтому турки стали действовать по-простому. Стали брать какие-то интересные куски истории или географии и прокладывать там тропу, которые давали какое-нибудь такое яркое название. И вот, в частности, тропахетов. Империя хетов существовала с 19 по 12 века до нашей эры и была очень могущественной державой. В период своего расцвета она контролировала всю территорию современной Турции плюс Восточное Средиземноморье, вплоть до Палестины. Хеты одними из первых овладели технологией производства изделий из железа. Первыми стали использовать в сражениях боевые колесницы. У них были тысячи богов и сотни городов. В 2010 году в турецкой провинции Чурум положили пешеходный туристический маршрут тропа Хетов общей протяженностью 236 километров. Он проходит по древним дорогам, которые связывали города Хатуса, Аладжихююк и Шипенува. Поход по тропе начнется у руин города Шипенува, который находится недалеко от современной турецкой деревни Артакёй. Тропа Хетов еще более запутанная. Как я вам показываю, тропа Святого Павла изображает из себя три луча, исходящих из одной точки, из-за гирдиры. И, в принципе, невозможно пройти за один раз. В лучшем случае за два раза. То тропа Хетов, я даже не знаю, на что похоже. Она очень запутана, как три бублика, сдвинуты друг относительно друга. Я очень долго не мог понять, с какого же конца начать. Потому что реально там конца нет. То есть она бесконечная тропа. Если человек встал на тропу Хетов, он будет на ней бесконечным, потому что конца нет у этой тропы. Такой страшный образ реальности. Да, да, именно вот такой образ страшный. Но я так думаю, что благодаря тому, что на этой тропе никого не было, у меня такое ощущение, что и до меня там никого не было, и после. Потому что я, когда ходил по этой тропе, не видел никаких признаков, что кто-то по ней раньше проходил. И вообще никто не слышал, чтобы никого не слышал, чтобы кто-то ходил по этой тропе. И, как я вам рассказывал, я в Турции был много, и поэтому в Хатусе и Володжаюке я был до того, когда писал путеводители. А Шипынова, это еще один древний город, в нем не был, потому что достаточно мелкий и далеко находится в Глухомане. Но раз такая тропа, то, конечно, начался с руины этого города. Потом прошел Володжаюк. Потом, короче, прошел между этими тремя городами самый известный из городов Хетта. Когда идешь по такой глубинке, по-турецкой, конечно, турки очень гостеприимные люди. И вот на этой тропе обычная ситуация. Если ты входишь в деревню, то у каждого есть только один шанс. Каждый понимает, что у него есть только один шанс. А если он потеряет пять секунд, то кто-нибудь другой затащит туристов к себе в гости. Поэтому заходим в деревню, и первый попавшийся мужичок, такой нам сразу радостно, давайте, давайте пошли ко мне чаю попьем. Но я думал, что человек вот к себе домой приглашает. Действительно к себе домой приглашал, но жил он ровно на противоположном конце деревни. И с удовольствием нас провел по всей деревне, всем показал. Типа, смотрите, как мне повезло. Я таки встретил туристов, и я вот к себе их веду. Все вокруг, все завидовали, все понимали, что им не повезло, что они такую возможность впустили. И действительно, когда идешь по Турции, там даже, с одной стороны, интересно ходить, потому что руины, исторические места. А с другой стороны, очень сильное, конечно, впечатление производят сами турки, их отношение к туристам. То есть они всех иностранцев называют туристами. И когда заходишь в дерево, слышишь, там, турист, 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 все, значит, узнали. Это, значит, туристы. И если первые тропы, про которые я говорил, они достаточно организованы, там уже какие-то гэсхаусы есть. Литийская тропа так вообще цивилизованная. Тропа Святого Павла полуцивилизованная. То на таких тропах, как тропахетов, там, конечно, никакой туристической инфраструктуры нет. И когда приходишь в деревню, встречаешь первого же попавшегося человека. И сразу его спрашиваешь. У вас магазин есть? Магазина нет. Чайная у вас есть? Чайная нет. А чай есть? Чай есть. И зовет к себе домой, чтобы напоить чаем, накормить. Ну, если вечером, то еще уговаривает, чтобы осталось переночевать. Поэтому по Турции можно ходить не только по турецким тропам, не только для того, чтобы руины эти увидеть, а именно для того, чтобы, ну, как-то вот почувствовать, что значит оказаться человеком, который в гостях вообще у всей страны. Когда ты ходишь, и везде вот твои какие-то родственники встречаются, которые тебя только и как будто и ждали, чтобы тебя пригласить к себе домой. Турецкое отношение к туристам, оно довольно необычное. И когда человек этого не пробовал, то ему очень трудно понять, как турки реагируют на туристов и иностранцев. Трудно понять, почему люди приглашают к себе домой, и бесплатно никто не собирается на вас наживаться. Я для того, чтобы людям, которые не были в Турции, и не путешествовали по тропам, чтобы им было понятно, как реагируют турки на туристов, идущих по тропе, хочу предложить такую аналогию. Ну вот представьте, вы сидите у себя на даче, в смысле на лавочке, делать-то сегодня нечего. Мимо проходит Алла Пугачева. Вы говорите, Алла Борисовна, может чайко? Она говорит, нет, занята. Ну вы думаете, ну понятно, где я, где Алла Пугачева, там понятно, что... Без претензий. Если она говорит, да ладно, попью чайко. Вы думаете, о, надо же чайко. Пожалуйста, чай. Начинаете говорить, а может, заодно поесть? У меня туда огурчики, помидорчики туда-сюда, пельмешки. Она говорит, нет, не буду. Вы думаете, ну конечно, что там пельмени, она там устрицами питается, куда я своими пельмени? А еще она говорит, да, типа, а что ж не поесть? Думаете, ну надо же, достаете все самое лучшее, чтобы угостить. И говорите, а что-то уже к вечеру, может, переночевать, вот на комнату у нас есть, вот там, типа, что, куда идти? Если она говорит, да нет, думаете, ну конечно, на пятизвездных отелях ночую, куда я тут со своей комнатой? А если она говорит, да ладно, что, типа, останусь, переночую, то нормальная реакция, конечно, у любого человека какая. Позвонить Вася и сказать, Вася, ты чем занимаешься? Ничем. Да, я тоже ничем, сидим тут с Аллой Борисовны, чай пьем. Ты что, вы сам? Да, заходи, чайку попьешь. И в результате через полчаса вся деревня вокруг сидит, смотрит, как вы с Аллой Борисовны чай распиваете. И при этом понятно, что все завидуют, говорят, ну, это же как повезло. Никому в голову не придет, что за это, за то, что напомнили чаем, накормили или оставили переночевать, надо платить. Наоборот, хозяин считает, что ему очень повезло, что ему так вот просто страшно повезло, что он урвал этого туриста, которого мог бы кто-нибудь другой к себе затащить. Поэтому, когда входишь по турецким тропам, интересно вот именно вот это отношение, и интересно поэтому открывать новые и новые тропы. В частности, Фригийская тропа. Следующая. В 13 веке на территории Западной Анатолии возникло древнее государство – Фригия. Основали его фригийцы, мигрировавшие в Малую Азию с Балканского полуострова. По территории древней Фригии проложен пешеходный туристический маршрут – Фригийская тропа. Ее общая протяженность – 506 километров. Тропа маркирована стандартными красно-белыми метками. Указатели показывают направление и расстояние до ближайшей достопримечательности или населенного пункта. Древние руины разбросаны на огромные территории. На большей части из них никогда не проводились археологические раскопки. Нет ни билетных касс, ни ограждений, ни поясняющих табличек. У идущих по тропе путешественников есть уникальная возможность почувствовать себя не туристом, осматривающим достопримечательности, а первооткрывателем неизвестной науки цивилизации. Действительно, про Фригию, наверное, слышали все. Кто не слышал, помнит город Гордион, в котором был город Гордион, это как раз столица Фригии. Это история, которая проходила в этих местах. И там есть Фригийская долина. В ней было 500 городов за долгую историю. И самые известные – это руины Гордиона, хотя там тоже мало что осталось. Но вот по этой, по Фригийской долине как раз и проложили Фригийскую тропу. Фригийская тропа тоже относится к таким малохоженным тропам, поэтому там тоже действительно мало ходит людей. Но, как вы видели уже, я, в принципе, ходил по турецким тропам вообще не заморачиваясь ни картами, ничем. То есть ни GPS-координатами не пользовался, никакими картами. Шел по вот этим красным-белым знакам. Идешь по красным-белым знакам и, в принципе, как-то по ним более-менее ориентируешься. Ну, иногда есть какая-то еще такая тропа, в смысле есть какая-то карта, чтобы более-менее понять, что если ты куда-то там далеко в сторону сошел, значит, ну, наверное, сильно сбился. Надо опять возвращаться к этим знакам. Никогда никакими специальными трекерами, ничего таким не пользовался, потому что, в принципе, у меня такое отношение к путешествиям по тропам, что особенно, ну, как бы, проблемы такой нет, что если ты с тропы избился, то в целом справа-слева такие же замечательные места, ничем не хуже, чем те, которые именно на этой тропе находятся. В чем преимущество хождения по туристическим тропам? Понятно, что, скажем, у нас Россия страна огромная, огромные просторы. Иди в Сибирь, выходи там и, пожалуйста, 500 километров, ни одного человека не встретишь, иди там 500 километров, но понятно, что там проблема, что если ты собираешься 500 километров пройти по Сибири, ты должен понимать, что продукты придется нести с собой все 500 километров. И если вдруг ты прошел 250 километров, тебе уже надоело идти, ты понимаешь, что даже вернуться назад те же самые 250 километров, и тебе хочешь-не хочешь, надо еще продолжать. Преимущество хождения по тропам в том, что ситуация как в Сибири. Я вот шел по Швейцарии три недели, вообще ни одного человека не видел. Просто идешь, никого нет. По тропе вообще никого нет. Но когда смотришь на карту, понимаешь, что в любом месте 5 километров до населенного пункта. То есть если вдруг надоело идти, ты в любой день сходишь, и пожалуйста, и свободен. И то же самое, можно присоединиться. Поэтому не нужно брать продукты на 500 километров, как минимум раз в день куда-нибудь попадешь. Если, скажем, в Турции, если ты попадаешь в деревню, где нет ни чайных, ни магазинов, то там есть гостепринные местные жители, которые напоят на корме. Поэтому по тропе можно идти совершенно не заморачиваясь тем, что ты на нее не попадешь. Поэтому я так расслабился. И очередная тропа, это тропа Юлия Челеби. Отправился на тропу Юлия Челеби. Это вот как раз карта, именно та самая карта, которая у меня была. Можете представить, те, кто ходил по тропам, можете представить, как вот ходить по такой карте. То есть я понял главное, что она начинается в городе Симаф, потом проходит где-то рядом с Ушаком, потом Афьем к Архисарам, и туда идет к Мраморному морю. Ну и решил, что буду действовать теми же методами, которыми я действовал до того. То есть главное найти первый знак красно-белый. Когда я шел по тропе Павла первый раз, мне это удалось сделать на четвертый день. То есть первые три дня я ходил, как-то вот пытался найти знаки. На четвертый день я нашел знак, и дальше пошел по знакам. Самое смешное, потом выяснилось, что я не просто нашел знак, а я действительно нашел самый первый из сохранившихся знаков, потому что тот участок, три дня, когда я шел, его, оказывается, официально отменили, потому что там был пожар, все знаки пропали, и их не восстанавливали. То есть этот участок тропы не существовал. Но я три дня ходил, с удовольствием, в общем-то, и не страдал по поводу того, что этого участка нет, и на этот знак вышел, и дальше пошел по знакам. Здесь примерно то же самое. Хотел такой же метод применить, тоже так же хотел идти чисто по знакам. Но в данный момент такого не получилось, поэтому я вам хочу сейчас показать уже... Хочу показать, как же это происходит. То есть не абстрактно, а как это реально путешествие по турецкой тропе выглядит, и поставить вам фильм про тропу Виля-Череби, про который я сказал, что я изначально стартовал только вот именно с тем, что есть такая тропа, значит, по ней можно пройти. Поход по тропе Виля-Череби стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Жанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этой поездке его попутчиками стали Олег, Миша, Таня Рыбкина из Новосибирска, Олег Шестаков из Егорьевска, Галя Филева из Воронежа, Денис Рожков из Москвы и я, Людмила Парова. До этого момента опыта самостоятельных путешествий у меня не было. Я отдыхала так же, как и большинство из нас, по путевке, на все включено и считала, что это и есть настоящий отдых. Все изменилось после того, как я повстречала Валерия Шанина. Вышла я на него, бродя просторы интернета по теме кругосветных путешествий. Решила написать, и как оказалось, именно сейчас Валерий планирует свой очередной поход по Турции. Я решила присутиться. Наше путешествие началось в Анталии. Мы вышли из аэропорта на дорогу и стали ловить попутную машину. Это мой первый автостоп. Пока машины почему-то не остановились, мы уже пару не убегали. Автостоп работает, только надо слушать свои долг, но автостоп вообще как-то правильно ставить их на них. И, конечно, оптимизм должен просто сиять, чтобы люди это чувствовали. Двенадцать ноль ноль. Тюденько, тюденько. И дело встречает в наших попутчиков. Ох, я не могу. Господи, как с этим ходить. На точку старта в маленький городок Симав мы поехали на автобусе. Точнее, на автобусах с перестарками. Старт рано утром. Меня удивило, что Валерий Шанин очень приблизительно знал о маршруте. То есть он знал, что маршрут начинается где-то в районе Симава. Но где именно, было неизвестно. Решили спросить у местных жителей. Безуспешно. Никто о тропе ничего не знает. Человек говорит по-английски, но он не понимает. Придется ориентироваться по примитивной карте. Они скачаны в интернете. Вот у нас есть карта тропы Илья-Челебе на компьютере. Но очень-очень-очень приблизительная. Известно, что тропа начинается в Симаве. Проходит мимо Гидиза, Ушака, Апьюна, Кентахи, Исника. И завершается на берегу Мраморного моря в городке Лилова. Ну все, пошли. Пойдем, пойдем. Устал я, что? Стоять устал? Я, что? Походи с рюкзаком. Дай вознообразие. Своим. Я машинки Мишка сейчас будут по одной выкидывать. Нет. Я их не должна, они стыдят. Нет. Идем по Азимуту. Так Валерий называет хождение напрямик по лесам, полям, по перепаханным лугам. Азимут он выбирает, ориентируясь на свой внутренний голод. Можно было как-то облегчить. Стоять уст. Вот и первая деревня. Первым делом идем к мечети. Ее минареты служат прекрасным ориентиром. Как правило, в ознамечетях всегда есть источник питьевой воды и чай. Продолжаем поиски тропы Челеды. Расстрашиваем местных жителей. Про тропу они ничего не слышали, но уверяют, что по ходу нашего движения впереди большой лес и медведи. Заветуют не идти туда, а выбраться на шоссе и добраться на автобус. Я лично ползаю куда? Почему я попалась? Люди расскажут. Да? Вот. Ой, говорит. Вообще жутко. Да. Вообще жутко. Он говорит, вот там, говорит. Кто ехать через саду? Да, да. Ну, там-то проще. Ну, что, мы через медведей против. Едис, едис. Ну, что, в результате, идем в леса, медведей гонять? Затверждение, а не вопрос. Пошли. Как эта видимость демократии создается? Это дерево поможет на автобус. С руками, с карабоном. Вот, видите, там, ствол, голова и чё-то. То есть, вот это, да, вообще. А вот это дерево, знаете, на что похожее? Нет, она на ногу слона похожа. На ногу слона, точно. Вот это ножище. Поднимаемся всё выше и выше, то вверх, то вниз. Хорошо, идём? Хорошо, идём? Нормально. В очередном ущелье расположились на ночлег. Кто умеет складывать кружочек камня? Это будет моя первая ночь в палатре. Боюсь замёрзнуть. Как первая ночь? Супер. Мы так и подумали, что мне понравится. Да. Хорошего быстро привыкаешь. Я совсем неопытная путешественница. Набрала с собой пучу ненужных вещей. А ведь их придётся таскать на себе. Утром перебрала рюцак. Отложила вещи, которые мне точно не понадобятся в ближайшие три недели. Решила от них избавиться. Продолжаем поиски тропы и маячьего пива. Идём напрямую. За эту лень не берись, она отломается. Это ненормально. Познакомимся с местной флорой и фауной. Это не клещ. Это таракан. Да, это клещ. Блин, зараза. Выходим на какую-то дорогу. Попался попутный грузовик до ближайшей деревни. Мы шламил грузовик. Зашли по дороге. Показался грузовик. Реакции старые, проступные, сработали. Надо поступить и доехать до деревни. Мы вдвоём с тобой. У нас романтик. Здесь есть и чайная, и бокалейный магазин. На обед у нас хлеб с сыром и чай. Давай, давай. Мишка мстит мне за шапку. Вот, что я сделала с его шапкой. Он делает карикатуры. И показывает, какая я на самом деле. Да, Миш? Да. В челебине помещается будет кепка с наксичем. Я за сезону с молодым. Я за сезон. Нужна кепка, фланг. И вот получился новый бренд. Бренд «Челеби». Сейчас подошёл местный Иптер покрым, говорит, это что, фотоаппарат? Да, фотоаппарат. А это что? Фотоаппарат. А это что заряжается? Говорит, тоже фотоаппарат. А это фотоаппарат. А это фотоаппарат. И он. Да, чё фотоаппарат. Он. Этот подоролен и так. В Турции чай пьют из очень маленьких стаканчиков, но зато много-много раз. Мы выпили очень огромное количество чая. Хозяин чайной ни копейки с нас денег не взял, принял как гостей. И позже мы денег за чай вообще не пластили, даже если пили его не в гостях, а в официальных чайных. Идем не по тропе, а по пустынным местным дорогам. Сворачиваем налево или направо, ориентируясь исключительно на внутренний голос Валерия. Именно так мы и попали в глубокий контент. А потом пришлось подниматься по крутому склону. Я вообще-то на альфомизм не подписывалась. Думала, будем ходить по тропе, по ровным местам. Я когда шла, какие-то слова в ваш адрес Валерии не адресованы. А почему вы так уперлись-то, а? По горам лазят. У меня практики вообще нет. Мы с самой правильной дорогой вышли. Ну, посмотри, вы ушли, и как поймешь, что так пошли или эдак? Там уже не подписано, что по этой дороге шел Валерий. Ну, это очень классно. Я пошел на другой дороге. Спасибо, на альфе. Я поднялся, получил удовольствие. То есть я давно еще не получал такого удовольствия в восхождении на гору. Ну, сбегли, чтобы не было. Ну, понимаешь, это просто бежать, просто бежать. Бежать организм никогда не заставить. А вот когда уже, ну, а куда деваться на плите, и все, ну, тут уже, ну, что, ты уже посеешь. Ну, я с тобой не согласна. Я бы без рюкзака, может быть, с большим удовольствием была. Да, у меня два рюкзака было. Я не могу мне перевешивать, разве стоить? Ну, ладно, хоть что-то надо более назад. Знаешь, когда остаешься один, то есть я сначала смотрел за тобой, чтобы он сзади не отставал. Ты потерялась. Я смотрю, ты где-то там наверху. Да. Я думаю, ну все, значит, ты нашлась. Хорошо. Жива пока. Да. И я полез, а у меня горка круче, круче, круче. Камни оскористые, и вода, когда вручей, и нога скользит. Я думаю, я не там пошел. О, блин, не там пошел. А я уже начала сама с собой разговаривать, Валерия мутикает. Ну, может, обрадовала. О, говнятка, наверное. Да, говнятка. Я говорю, забрать, это правда, что полечу, а так вот, как ласточка, вместо штатива. А почему вы только ласточку слушаете когда-нибудь? А когда ребят почему-то... А мне, они всех слушают. Ну, расскажи, скажи, скажи, что ты хотела сказать? Твои какие впечатления от подъема? Ну, давай, рассказывай, что тебе понравилось? Или тяжело было? Классно. И все? Классно. А что больше всего понравилось? Как же важно? А виды понравились? Нет. А ну, смотри назад. Мне же, тебе не нравятся эти виды. Повернись вот сзади. Посмотри, какая разноцветная земля. Посмотри, как красиво, разные с вами. Поподишь на самолетик. Вот, видишь, на самолете. Или человек, когда он непонятный, наверное, поедет. Ну, красиво же. В течение дня Валерий может ходить где угодно. Но спать предпочитает в каких-то особых местах. Попирает эти места, исходя из представления древнекитайского искусства фуншуй. Мы уже третий день идем по тропе Челебин. Вернее, третий день пытаемся найти тропу Челебин. В качестве ориентира у нас снежные горы, на которые мы держим путь. Конечно, через сами снежные горы переходить не собираемся. То есть мы собираемся пройти чуть-чуть правее. И где-то там, по моей гипотезе, как раз и проходит тропа Челебин. Уже привычно идти не по карте и даже не по меткам, а по Азиму. И где-то там, по меткам, а по меткам, а по меткам. И где-то там, по меткам, а по меткам. И где-то там, по меткам. Надо учиться, а разжигаться от другой спички. Сегодня был легкий минус. Здесь передвигаются. Ну что, поймут. Снег. Минус все-таки был. И не разделились. То ли температура минус один была, то ли плюс один. Но я бы был уже холодным. До сих пор еще видно, что трава белая. И нич сейчас уже зашел, но капли росы остались. Очередная ночевка заполнилась тем, что нас окружало огромное количество птиц. Они не смолкали всю ночь, а утром устроили настоящий концерт. Мы в очередной раз на распуте и дорог. В одну сторону у нас ожидает мирный пасхумак, в другую ягну мурова. Сейчас Олег с Валерием снова будут решать, куда нам идти. И фоткаться. И фоткаться. Ну и фоткаться, конечно, разумеется. Себе у него лучка я сейчас нарубила для солдатик. Чужой город. Жутко стыдно. Надо как-то выживать. Голотаем тут шею. Пахнет, как наш обычный лук. Много лука-то надо. У нас все весело? Да. Немерно. Немерно. Весной в Турции еще мало подножного форма. Азартон цветов немерено. В конце апреля как раз сезон цветения яблок. Прямо как старинный город. Попробуем. Попробуем. Попробуем уже, да, чай вала. Сидим спокойно. А то боюсь побольше. А? Да? Чего боюсь? Ну, видишь, бабулька наругалась на нас. Собаке тоже не понравилось, что к курям пристают. Местные их охочут, что мы курей не видели. Начали их снимать. Клоуны, короче, они просто. Супчик, она хорошо хлеб будет. Нам вишня не понравилась. Вишня? Вишня. Ты голодаешь? Я голодаю. Еще не обязательно. Да. 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 Ну, что, сколько еще? Смотри уже, что-то. Еще, да. Еще, да. Ты же видишь, как бы съедается. В деревне Егмурла рядом с мечетью есть бокалейный магазин. А напротив чайная. И здесь с нас до чая ничего не взяли. Более того, те же самые ребята, которые бесплатно поели нас чаем, подарили свежеиспеченный деревенский комплект. О-о-о. Попробуем. О-о-о. Слой, да? Да. Ходим от деревни к деревне. Демоники, можно есть. Тяжко приходится, Саша. Страдаем от переедания. Ну, ничего, сейчас немножко пройдемся. Потом следующая деревня. Так, вот, и мы. Тяжело с Шаймином путешествовать? Шо-о-о. Предсказуемый товарищ. Обещает одно, приводит совсем в другие места. Ночью молни. Тяжко куда-нибудь. Вандалью. Вандалью. На все включено? Ну, не на все включено. Ну, хотя бы на завтрак. Ха-ха-ха. Замечательные места. Какой-то блесняк белый. Да, очень по-моему колену поминает. Постилево. Тропу по-прежнему не нашли. Но, похоже, это уже никого не волнует. Однако, все же нужно поторапливаться. У нас скоро появятся новые попутчики. Валерий предложил встретиться с ним 1 мая в городе Ушак. Пешком мы до туда дойти не из клея. Придется выходить на трассу и ехать автостопом. Петером. Валерий говорит, в Турции это вас о может. Сейчас, прежде чем начинать клеяркой автостопом, надо поделиться, где находимся поедем. Здесь. Иди здесь. А Ушак здесь. Ушак здесь. Значит, мы просимся на Ушак и нам по-хорошему на этом повороте выйти. Значит, мы на Дидис не поедем. А, то есть не даже на том шоссе находимся. На Дидис нам нельзя, потому что это совсем другую сторону. Мы тогда в Черт-Архесар попадем, если мы на Дидис поедем. Это у нас самая хорошая, она еще есть. А мне можно пипить? Не, не. Ну, теперь сейчас, может, это самое становится. Нет. То ты, то папа, то я. Может, на кого-нибудь реагируют. Докторчик, большое уже. Тут он только грузовик пойдет или нет? Да, Тарантайка пойдет. Муравей этот, сула. Ну, может, он это проедет? Нет. Предлагаем сейчас попробовать остановить еще раз грузовик. Если нет, то он оттенит и установит верховые, потому что верховик намного больше. Нормально. Мы тогда посадим сначала Таню, Мишку и Олезу. И отправим туда ходу. Нет, я поеду с Лёдом. С Лёдом так с Лёдом. Ну ладно. Ну, с Лёдой ходит, да, ты, маленький? А потом поедем мы в крутые стучки. Ну, естественно, ты сказала, что он не хочет с ней крутыми, я как он хочет с крутыми. Да, ну, правильно, правильно, правильно. Я тоже хочу по-грузовикам. Давай, вставай. Вдвоем. Втроем! Втроем и втроем. Втроем и втроем. Я еще раз хочу. Только вы мне не мешайте, не правило, если мы думаем, что мы прикалываемся и убежим, спрячемся за мостом. Что мы им такими. Девочка моя. О, Едет, давай, что за девушке затормозит. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Два, двое, гидит. Двое. 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 Поймали попутку. Поймали попутку. Побили девять. Одну путь. Двое. 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 Шли на гиде с четырех дня. А в результате увидели только указатель. Порад, пикамая. Ну, все, ну, пока, как вы получаете. Ну, вот, я не хочу показывать весь фильм, просто хотел дух передать, хотел передать просто, да, я тоже считаю, что фильм хороший, как и все остальные мои фильмы по тропам, можете зайти на мой YouTube-канал и посмотреть огромное количество фильмов по тропам, потому что я обычно, я же вам сказал, профессиональный путешественник, как в свое время вы слышали, песни Высоцкого про хоккеистов, профессионалам, то много, то мало, на банковский счет, поэтому я, когда путешествую, я одновременно снимаю фотографии, снимаю видео, делаю фильм, потом еще напишу путеводитель, еще, короче, одновременно сразу все делаю, и фильмы делаю в последнее время для телеканала «Океан ТВ», а после того, как их там покажут, и на свой YouTube-канал выкладываю. Но вот этим фильмом хотел как раз передать фильм с точки зрения человека, который первый раз в жизни пошел на тропу, вот какие впечатления, как воспринимает, как воспринимает мой метод путешествий. Мне самому было интересно посмотреть со стороны, как люди реагируют, потому что действительно это вот мой стиль, когда выбрал тропу, и совершенно не озабывал, то есть я никогда не ходил по тропам, потому что меня кто-то посылал, я всегда ходил, потому что мне самому было интересно, и чисто по внутренним голосом, вот интересно идешь, если не почувствовал, что неинтересно. Ну, сошел с тропы, перешел на другую тропу или еще куда-то, и ничуть не боюсь заблудиться, сбиться с тропы. Как вы видели в этом фильме, мы в течение двух недель, мы прошли очень много, прошли пешком, часть проехали автостопом, куча людей было, и мы в результате тропу так и не нашли. Ну, то есть, нельзя сказать, мы ее нашли или нет, потому что мы не видели ни одного знака, то ли мы где-то проходили по этой тропе, то ли нет, потому что действительно местные жители очень и очень слабые представления имеют о тропах. Помню, был замечательный случай еще даже на Ликийской тропе, очень такая популярная Ликийская тропа, но там тоже есть участки не очень популярные. В частности, один участок от Миры до Сана, по-моему, там участок, по которому вообще только русские и украинцы ходят, потому что вот участок Ликийской тропы, на котором, ну, нельзя за день пройти до места, где можно переночевать по-человечески. Еще хуже того, там еще и воды толком нет, поэтому на этом участке только русские. И вот мы встали в этот участок, когда заходили, проходим деревенька, люди сидят, пьют чай. Ну, конечно, пригласили нас чаю попить, мы присоединились, удовольствием попили чаю, я говорю, мы тут тропу опять еще, вы не знаете, где тут Ликийская тропа? Они говорят, какая тропа? Говорят, да вот где-то здесь рядом Ликийская тропа. Говорят, да никогда не видели, не слышали. Я говорю, ну как, ну вот прям тут же вот где-то вот Ликийская тропа. Да нет, первый раз от вас слышим про тропы. Они говорят, ну ладно, спасибо, вышли, прошли 20 метров, на углу их забора, забор, который вот их участок огораживает, знак Ликийской тропы. Но они вообще не в курсе, вообще-то не знают. Я буквально недавно, вот осенью, ходил по тропе Е4 на Кипре, очень тоже яркий пример, иду по тропе Е4, ну так, пешком, как положено, спокойно, прохожу мимо дома, а дом такой стоит, прям вот тропа и дом прям тут стоит. Ну, мужику помахал, поздоровались, прошел дальше мимо. Потом иду, он меня как бы проезжает на машине мимо, догоняет, говорит, давай я тебя подвезу. А я как раз еще одного попутчика должен был встретить и чуть задерживался. Говорю, ну давай, вот до соседней деревни, там всего пара километров. Он меня подвозил два километра, я говорю, ну послушай, вот ты живешь прямо на тропе, вот, наверное, всех видишь, кто по тропе ходит. И вообще много здесь вообще пешеходов ходит? Говорит, если честно, ты первый. На велосипедах, говорит, иногда бывает, на мотоциклах, говорит, пешком никто не ходит. Поэтому я вот очень поражаюсь удивительному вот сейчас явлению. Существуют удобные пешеходные тропы, по которым ходи да ходи. Нет, люди не ходят. Я помню, шел по Швейцарии три недели, я вам уже говорил, шел по Швейцарии три недели, как раз один там был, вообще никого нет. Вот целыми днями иду, прям как по Сибири. В Швейцарии, вроде там, ну, с горы ты видишь, там где-то есть населенные пункты, но реально там кролики какие-то бегают, там кабаны, то есть, ну, живность какая-то, и дикие леса. Вот я иду, и никто не ходит ни туда, ни обратно на тропе. И в этот момент я вспомнил как-то в программе «Время» видел сюжет, который произвел на меня очень сильное впечатление. Там показывали в программе «Время» сюжет про красные ящики с разбившихся самолетов. И попустили кусочек записи, спокойный мужской голос говорит «Живите там за нас». И на меня очень сильное произвело впечатление, очень простые слова, но очень, очень сильная энергия, просто понимаешь, кто говорил, в какой ситуации. Я когда шел по Швейцарии один, я буквально слышал, что пять миллиардов человек сидят перед телевизором и мне говорят «Ну, живи там за нас, мы-то не можем, а ты, ну, ты живи за нас». Поэтому я шел, думаю, ну надо же кому-то. Если никто не хочет ходить по тропам, думаю, ну я буду ходить и получать удовольствие. Причем, что удивительно, вот как раз в этом фильме вы видели, что с нами был и семилетний мальчик. Было что интересно, ну, ко мне попутчики всегда присоединяются, я всегда приглашаю присоединяться к своим очередным путешествиям. И вот мне написал как раз вот его отец, они из Новосибирска, муж с женой, с ребенком. Он написал, говорит, а с ребенком возьмете? Я до этого всегда говорил, что нет, с детьми не берут, потому что вроде путешествия, и я пытался сразу сказать, что нет, но он же мне не дал это возможности, потому что следующий сразу предложение сказал, ну, если мы не потянем, то мы люди самоходные, то мы в любой момент готовы отсоединиться. То есть вот мы с женой и с ребенком, если вдруг из-за ребенка будем тормозиться, тогда мы отсоединимся. Ну и как вы видели, ребенок семилетний, он, если честно скажу, вот на протяжении всех двух недель ни разу не было ни одной минуты, когда бы он шел последний, то есть когда бы он тормозил наши движения. Потому что мы, как вы видели, не особенно куда спешили, заходили то чаю попить, то с местными жителями пообщаться, то просто что-нибудь найдем красивое, интересное, то там видели, то лукровое, то потом эти цветущие деревья, так лазить стали по цветущим деревьям. Ну, короче, никуда не спешили. И в целом именно вот такой у меня подход к хождению по туристическим тропам. То есть туристическая тропа, это, на мой взгляд, самый-самый оптимальный такой выбор для современных путешествий. Потому что, ну, скажем, взять ту же самую Оликийскую тропу, что в Анталии, что в Фиете, ну, во всех этих курортных местах, там просто немерено туристов. А буквально отходишь в сторону 20 километров от Анталии, и уже местные жители просто удивляются, что ни разу никогда туристов не видели. Поэтому тропа очень здорово задает, ну, как бы, идею. Потому что так вот очень трудно выбрать идею, ради чего, куда отправиться. Самому придумывать маршрут очень трудно. Значительно проще, как мы делали вот с этой стропой Ивляя Челебин, которую я вам показывал фильм, когда есть идея тропы, и вот мы как-то так вот стараемся ориентироваться на эту тропу, плюс-минус, ну, какое такое общее направление эта тропа задает. А там дальше уже по обстановке. Потому что для настоящего путешествия самая важная идея, что была какая-то яркая идея, которая дорогу вытолкает, а потом, конечно, все начинает уже развиваться, открываешь в результате не то, о чем ты думал и предполагал, а что-то совершенно новое. Но какая-то идея должна быть. И я сейчас вот по-прежнему очень потрясен вот идеей троп, и продолжаю открывать для себя новые тропы. На этот год я 15 новых троп запланировал. И постепенно пришел к выводу, что самое оптимальное для меня – это двухнедельные, две недели для хождения по тропе. Потому что я, кроме того, что и фотографирую, пишу, у меня сейчас основной интерес – это делать фильмы для телеканала. И я пришел к выводу, что самый оптимальный фильм – там есть стандарт телевизионный – 26 минут или 52 минуты. Самый, получается, оптимальный – это вот на 26 минут фильм про тропу, чтобы более-менее было понятно, о чем, что это за тропа, вот вы видели, чтобы было понятно, что это вообще такое, стоит ли по ней идти. 52 минуты – это, наверное, для какой-то такой яркой тропы. Например, я делал на 52 минуты фильм про Ликийскую тропу, потому что она очень яркая такая, известная. И вот про тропу Юлия Челеви, потому что она вот такая необычная компания какая-то получилась. А в целом стараюсь делать на 26 минут, и понял, что две недели – это как раз достаточно для того, чтобы набрать материал для фильма на 26 минут. Поэтому сейчас планирую тропу все по 26 минут. А вообще тропы сами… Ну, по 26 минут я имею в виду фильм, чтобы сделать 26 минут, а тропу на две недели ходьбы. А вообще тропы на самом деле огромное количество, и они все очень длинные, особенно в Европе. То есть самая такая простая тропа, там 2-3 тысячи километров. Я вот шел осенью в прошлом году по тропе Е4 на Кипре, так она начинается на Гибралтаре. И я вот в прошлом году в октябре, в начале ноября ходил по Кипру по тропе Е4, а сейчас в марте пойду по этой же тропе на Гибралтаре, где она начинается прямо с Гибралтарского пролива до Малаги, первый участок как раз этой же тропы. И по тропе Святого Якова я уже несколько раз ходил, но не по тому участку, по которому все ходят, но самый попсовый участок, про который фильм снимали, и толпы людей ходят. Поэтому я могу, прежде чем отвечать хотя бы на пару вопросов, могу вам, во-первых, посоветовать смотреть мои фильмы про тропы, по которым я прошел, и присоединяться к очередным каким-то моим походам по тропам. А можно какие-то фильмы к нам в группу? Ну, а вы прямо с Ютуба делаете ссылку, то есть все, показывайте без проблем, конечно. Ну, прямо с Ютуба, да. Поэтому, если у кого есть вопросы, постараюсь ответить, а то нам, видите, прижимают. Ну, вообще, конечно, по тропам, конечно, я мог бы говорить часами. Эта тема очень интересная, и она очень разнообразная. А мы ее еще как-нибудь затронем? Да, еще можно какой-куда. Вот вы про Ютуб сказали. А вот я сколько раз пытался видеоролики скачать, они не курали, скачиваются. И они не скачиваются. Их можно переложить с одного места на другое. Их можно себе в группу. Как же скачать в вашей ролике? Нет, они не скачиваются. Включили, да посмотрели. Ссылку себе в группу ставишь, и там люди смотрят. Только в группу, да? Да. А из группы можно скачать, допустим, на ладжем? Нет, зачем вам скачиваются? Включили, да посмотрели. А, только посмотреть, да? Да. Зачем вам скачать? Это только смотрю. Понял. А сколько еще лет вы собираетесь ходить по тропам? Ну, в чем фокус? Я же сказал, что я о том, что я иду по тропам, я узнал на третий год после того, как я подошел. Ну, я поняла. Ну, теперь ты уже есть фокус. Поэтому, по-моему, такого грандиозных у меня нет. Дело в том, что меня никто не посылал по тропам ходить. Я сам придумал. Мне вот это ей сейчас нравится, поэтому я ее продолжаю. Если идея эта перестанет мне нравиться, вернее, даже у меня в жизни такого не бывает обычно, чтобы мне что-то перестало нравиться. Просто появляется что-то более интересное, и я переключаюсь на него. То есть, например, идея проекта «Мир без виз», она мне не перестала нравиться. Я сейчас периодически продолжаю. Вот сейчас, например, сезон у меня начинается с поездки по Марокко. Это продолжение проекта «Мир без виз». Ну, а потом перехожу на тропы. И у меня просто появляется, если есть что-то такое более интересное, я переключаюсь на более интересное. Поэтому я даже не знаю, сколько буду ходить по тропам. Но в данный момент я считаю для себя, что это самое интересное, что есть для меня в данный момент в путешествиях. Ходить по тропам. А в Турции сколько виза стоит? В Турции безвизовая. Безвизовая? Да. Штамп на два месяца без визы. Приезжай свободно. Поэтому еще раз вернусь к тому, что Турция самая лучшая страна. Как я вам говорил, почему? Во-первых, по совокупности критериев. Первое – это без виза. Сел, полетел. Второе. Второе. Климат лучше, чем у нас, но все-таки не тропики. Потому что тропики, честно говоря, нормальный человек, у него все-таки не очень неудобный климат. Еда лучше, чем у нас, но тоже не червяки, не тараканы, а все-таки более-менее человеческая еда. Плюс, как я вам говорил, 60% исторических событий происходило на территории Турции. Плюс в Турции есть все – горы, леса, моря, озера. То есть буквально все, что есть в географии. И самое главное, о том, о чем я уже вам тоже говорил, это очень гостеприимный народ. Просто трудно придумать более гостеприимных людей. Для этого достаточно на 30 километров от туристического центра оторваться и все. и уже просто будете встречать исключительно гостеприимных людей. Валерий, давайте мы с вами поговорим. Ну, как-то... Да нет, конечно, так же, как в наших деревнях. Но, в принципе, я так много уже путешествовал по Турции, что на уровне «моя, твоя» набор фраз, я уже вполне так могу общаться с ними и вполне нормально друг друга понимаем. Валерий, спасибо огромное. Может, все-таки у кого-то есть вопрос, ну, очень короткий. А я думаю, что мы еще в будущем сезоне еще раз вас пригласим и еще раз поговорим о тропах. Я понимаю, что есть темы, о которых можно говорить до бесконечности. Особенно увлеченные люди могут говорить до бесконечности. Есть какие-нибудь конкретные, да? Вы сейчас просто знали, что Крот приехал. А Вы там будете выступать с пиратами? Ну, не знаем. До 23-го. Ну, это он хорошо, потому что я 25-го летаю. Но я надеюсь, я надеюсь, да. Я тоже надеюсь, Крот visit, потому что мы уже тоже пару лет не можем пересечься, да. То есть мы тоже уже никак не можем пересечься. Потому что он все время в дороге, и я все время в дороге. Вы все в дороге, я тоже в дороге. Да и все, правильно, все в дороге, да. Так что... Я прямо в дороге, и сейчас опять в дороге. Ну вот. спасибо огромное ну невероятно интересно спасибо огромное я думаю, что мы еще встретимся и не один раз в этом зале так, ну, собственно